Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. За последние пару дней произошло очень много интересных событий. Например, одна известная компания просто отказалась от Intel и сделала свой собственный процессор. Также прилетела новая партия инсайдов о видеокартах RTX 3000, а AMD выпустила новую линейку процессоров. Обо всех самых актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. А ссылочка на новый дискорд сервер моей таверны лежит как всегда в описании. И давайте начнем с компании Apple, которая летит впереди планеты всей. Буквально вчера они представили свой первый ноутбук на базе процессора ARM, которым стал MacBook Pro 13. Сам чип получил интересное название Apple M1, а новый MacBook способен проработать с ним до 20 часов, учитывая что производительность выросла до восьми раз. Такой энергоэффективности удалось добиться благодаря архитектуре ARM. При своем энергопотреблении 10 Вт процессор M1 выдает в 2,8 раза большую производительность по сравнению с процессором Ice Lake Intel. Однако конкретных тестов конечно же Apple нам не показала, но уже однозначно ясно, что со временем Intel полностью потеряет одного из крупнейших покупателей. Ну а тем временем зеленые видеокарты уже нельзя будет купить в интернете. Буквально только что федеральная розничная сеть магазинов DNS объявила об изменениях в политике продаж видеокарт RTX 3000. В частности, сообщается, что версии RTX 3080 отныне будут недоступны для заказа на сайте, так как на данную модель в любых исполнениях наблюдается самый серьезный дефицит. А желающим купить данную модель видеокарты предлагается посетить свои местные магазины DNS. Но пока Nvidia не может довести до ума продажи своих видеокарт, инсайдеры делятся информацией о дальнейших планах зеленого чипмейкера. По данным китайского издания, ссылающегося на одного из тайваньских производителей видеокарт, компания Nvidia подтвердила намерение представить в январе будущего года видеокарту RTX 3080 Ti. Источник указывает, что новинка получит 20 ГБ видеопамяти GDDR6X и станет прямым конкурентом для Radeon RX 6900 XT. Также сообщается, что в основе RTX 3080 Ti будет использоваться графический процессор GA102-250 KDA1. А цена такой новинки прогнозируется на отметке в 1000 долларов, как собственно и стоит RX 6900 XT. Выходит, что RX 6900 XT все таки сможет превзойти обычную версию RTX 3080, а зеленые уже явно это поняли и пошли делать ей конкурента. А как думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. А я тем временем расскажу вам про RTX 3050 без приставки Ti. По последним данным эта видеокарта будет построена на графическом процессоре GA107-300 и получит всего 2304 CUDA ядра. Инсайдеры приписывают ей энергопотребление в 90 Вт, а значит на торце RTX 3050 можно будет встретить шестиконтактный разъем дополнительного питания. А выйти такая видеокарта должна будет в первой половине 2021 года. Но вот с младшими видеокартами все не так гладко как хотелось бы. На днях веб-издания Gamers Nexus побеседовала с партнерами Nvidia относительно планов по выпуску младших GPU. И хоть подготовка к массовому производству сейчас находится на ранних этапах, но вендоры уже недовольны ценовой политикой зелёного чипмейкера. Nvidia уже предоставила своим партнерам краткую спецификацию, где указана ориентировочная стоимость для каждой детали будущей видеокарты. И чтобы продавать новинку по рекомендованной цене производители вынуждены экономить практически на всех элементах устройства, в особенности на системе охлаждения. Согласно оценкам Nvidia для преемницы 1660 Ti будет достаточно на кулера себестоимостью 5 убитых американских енотов. При таком бюджете можно рассчитывать только на максимально простую систему охлаждения. Ведь даже охлад GTX 1650 стоит 9 баксов. В таких условиях партнеры смогут заработать около одного доллара с каждой видеокарты, но они надеются, что Nvidia изменит своё решение. Ну а в Китае решили сделать конкурента для Nintendo Switch. Они уже готовят выпустить в продажу игровую консоль Aya Neo. Сердцем такой новинки послужит мобильный процессор Ryzen 5 4500U. Чип будет работать в связке с 16 Гб памяти, а объём SSD будет на выбор от 512 Гб до 1 Тб. Диагональ дисплея такой консоли составит всего 7 дюймов с разрешением 1280 на 800 пикселей. Версия с накопителем на 512 Гб уже оценивается в 600 долларов, а с терабайтным SSD в 695. А вот для любителей специально фаршировать под завязку компактные корпуса, фирма Silverstone подготовила блок питания номиналом 1000 Вт, выполненный в форм-факторе SFXL. Стоит отметить, что это первый киловаттник в мире с подобным форм-фактором. Ну а тем временем компания Micron объявила о начале массовых поставок первой в мире флеш-памяти 3D NAND, использующих 176-слойную архитектуру. Сами изделия лягут в основу новейших твердотельных накопителей, ориентированных в том числе на потребительский рынок. По сравнению с решениями Micron предыдущего поколения новинки обеспечивают значительное увеличение плотности хранения информации, при этом задержки в режимах чтения и записи уменьшились более чем на 35 %. А вот из красного лагеря наконец-то прилетели полноценные фотографии видеокарт Sapphire. Все новинки Sapphire RX 6800 оснащены массивным трехслотовым кулером с тремя вентиляторами и двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания. Вместе с ними вендор рекомендует использовать блоки питания мощностью не менее 850 Вт, а частотные характеристики карт станут известны ближе к релизу. Старшая модель RX 6800 XT Nitro Plus получила вентиляторы со светодиодной RGB подсветкой, а также разъем USB Type-C на задней панели, как у эталонного дизайна AMD. А вот младшая модель Pulse лишилась разъема Type-C и получила кулера без подсветки. Ну а сами карты RX 6800 согласно первым утечкам в полтора раза превосходят RTX 3090 в добыче криптовалют. О каком именно алгоритме идет речь, к сожалению, не сообщается. Но если взять факт, что флагман Nvidia приносит владельцам около 3,5 баксов в день, то младший 3D ускоритель AMD будет зарабатывать ежедневно более 5 долларов. На стороне Radeon RX 6800 и рекомендованная цена, которая почти в три раза меньше зеленой. Так что майнеры вполне могут накинуться на покупки новых видеокарт, особенно младший RX 6800. Ну а тем временем ассортимент процессоров Ryzen Embedded пополнился четырьмя 7-нм решениями линейки V2000, основанными на микроархитектуре Zen 2. Возглавляет новую линейку восьмиядерный APU Ryzen Embedded V2748, который включает графический блок на базе 7 Compute Units на улучшенной архитектуре Vega. А теплопакет процессора можно настраивать в диапазоне от 35 до 54 FAT. Собственные продукты на базе Ryzen Embedded V2000 уже на днях должны представить ключевые партнёры AMD. А одни ребята всерьёз решили взломать яблочные телефоны. Сообщество CheckRain, которые уже несколько лет занимаются разработкой джелбрейка, на своём сайте объявили о взломе последних обновлений iOS 14.1 и 14.2. Весь необходимый софт для установки джелбрейка уже есть на портале проекта. А со слов специалистов, возможность установки джелбрейка на данный момент имеют владельцы смартфонов и планшетов на Apple A10 и A10X. А вот в конце прошлой недели на одной из фабрик MSI произошёл пожар, но к счастью обошлось без жертв. Пострадавший завод находится в Китае и, как сообщает пресс-служба MSI, возгорание случилось во второй половине 5 ноября. А компания инициировала стандартные меры по реагированию на чрезвычайные ситуации и уведомила пожарную службу. Сама производственная линия не пострадала, при этом в настоящее время все агрегаты работают в штатном режиме. Ну и под конец ролика хочу вам немного рассказать про лучи RX 6000. На днях вице-президент AMD принял участие в большом интервью, в котором в частности затронул темы новых видеокар. По его словам, они стали целью обеспечения высокого уровня производительности трассировки лучей в играх при разрешении 1440p. Это было то, на что они ориентировались. Сейчас все зависит от конкретной игры, системы, на которой она запущена и многих других факторов. Но он думает, что пользователи смогут в целом получить очень приятный опыт использования трассировки лучей в картах RX 6000. В течение 2021 года также ожидается сильная поддержка технологии со стороны разработчиков игр. Он указал, что у них очень большой охват. И если поддержка трассировки лучей есть в новых приставках Microsoft и Sony, то она и будет и на ПК. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.